Монолитное основание, кирпичные стены с внутренним утеплителем, пищеблок полного цикла и индивидуальный проект. Здесь, в микрорайоне Зеленая Роща, началось строительство детского сада. Я могу сказать, что вопрос решался очень сложно. Мы вели очень долгие, то есть вот мало кто... Знаете, жители слышат одну фразу – долгие переговоры. Но за этой фразой скрывается очень тяжелый, очень напряженный труд и администрации, и инвестора, потому что нужно было договориться по очень многим позициям. Это связано не только со строительством, допустим, социального объекта, но и жилья, инфраструктуры другой. Ввод в эксплуатацию и переговоры у нас, наверное, год почти были, да? Да, совершенно верно. Да, у нас где-то год шли переговоры, пока мы сумели договориться на строительство детского дошкольного учреждения. Строительство идет за счет инвестора компании МКФ «Система Бриз». Сдача садика запланирована через год. Построим и надеемся, что к августу месяцу мы постараемся его ввести в эксплуатацию. После окончания строительства садик будет передан на баланс города. У нас с вами планируется начало строительства в этом году еще двух детских садов. Да, один на улице Школьной, аукцион – это за счет бюджетных средств. Аукцион будет объявлен в сентябре. И один на улице Оранжерейная Заводская на пересечении, тоже полностью за счет инвестора. Проектная численность всего микрорайона – 1300 жителей. Детский садик будет на 60 ребятишек с классом дошкольной подготовки. Участок для прогулок на четыре группы. Наталья Соболева, Сергей Денисов, Светлана Климова, ИТВ.